всем привет добро пожаловать на канал хобби про в этом видео будет небольшой обзор на динамометрический ключ ключ фирмы кингтоне данном случае с усилием 42 на 210 ньютон метров и квадрат 1 2 дюйма а также ключик также фирмы кингтоне квадрат уже 3 8 усилия 20-110 еще один ключ кингтоне квадрат также 3 восьмых но усилий уже 5-25 ньютонов метров вот это даже еще в пленочке только недавно получил такой вот малюсенький ключик данные ключи буду использовать при ремонте своего автомобиля почему решил все таки взять сразу три ключа потому что гаек в машине достаточно много болтов и усилия затяжки их совершенно разные например вот таким самым большим можно закручивать колеса ну точнее затягивать с нужным усилием но таким маленьким уже какие-то маленькие болтики гаечки ну и также взял их из за того что у них пересекается усилия то есть например если взять только маленький большой то этот от 5 до 25 а большой сразу от 42 начинается то есть в промежутке 25 42 у меня ключа не было бы а так будет вот этот также дополнительно приобрел вот такой вот переходник это с квадрата 3 восьмых на квадрат 1 4 под маленький квадратик маленькие головки так как у меня маленькие головки есть и большие есть а вот таких пока что только две штучки всего лишь мы видим тихоньку придется переходить на такой тоже квадрат покупать и головки достающие воротки это же квадратик наоборот с 3 восьмых на одну вторую то есть на большой квадрат я хочу попробовать посмотреть во первых как они будут будут ли они затягиваться одним усилием ну где они перекликаются между собой и будут ли они срабатывать на левую резьбу конечно же на испытательную лабораторию я не претендую таких возможностей меня нету все будет происходить достаточно просто в тисках закреплена длинная гайка и в нее вкручен болт м10 с головкой на 17 есть у меня вот такая головка на одну вторую квадрат то есть на большой ключ и вот такая головка тоже на 17 с квадратом 3 восьмых то чтобы не использовать данном случае переходники так сравнить начну с среднего ключа из большого на боях головка на 17 начнем вот здесь минимально 42 давайте начнем с 50 то есть выставим 50 ньютон на метр и посмотрим примерно хотя бы одинаково они будут затягивать или нет данном случае вот у меня насколько это видно четко попадает 0 встает на вертикальную полоску край рукоятки стоит где значение 50 в данном ключе принципе нормально все сделано теперь выставляем на этом ключе здесь значение непосредственно 50 нету есть 56 и 42 чтобы 42 докрутить до 50 нам получается нужно по шкале на рукоятке уже докрутить до 8 и образом здесь будет также установлено 50 ньютон на метр щелкать срабатывает камера трясется камера стоит на столе поэтому может трястись теперь большим ключом срабатывает сразу не тянет попробуем теперь маленько открутить попробуй теперь наоборот закрутить большим и проверить маленьким средним щелчок срабатывает четко сразу понятно что усилия достигнута теперь средним также срабатывает сразу то есть ничего не дотягивает теперь попробуем усилия больше попробую силе побольше и давайте выставлю 95 95 будет тоже здесь максимально 110 я думаю что в крайних положениях скорее всего будет маленько привирать поэтому вот будем не находить остановимся на 95 так 0 это 92 4 6 вот 4 между четырьмя и шестью как раз будет 95 ну я так думаю на этом установлено теперь на этом 95 здесь у нас есть 84 и 98 то есть 84 плюс 2 86 88 90 92 94 95 так же установлено пробуем сначала большим болт болту скорее всего сейчас будет кирдык они не будет сработало пробуем теперь среднем также есть тоже никуда не тянет но среднем уже тяжеловато крутить все-таки у большого рука ядка подлиннее поудобнее попробую открутить обычным ключом ну что ж попробуем теперь наоборот затянуть сначала средним ключом а потом проверить большим усилие такое же срабатывает и пробуем большим также срабатывает так теперь хочу выставить усилия поменьше ну произвольно тут можно вот опять же 50 50 вернуть и попробовать уже открутить им в данном случае скорее всего он должен щелкнуть как вы чувствуете по видео происходит щелчок и не откручивают то есть в принципе при затяжке левой резьбы щелчок будет также происходить я надеюсь что на том же усилие на котором нужно то какое выставим но вот щелчок по моим ощущениям не такой четкий то есть он есть конечно чувствуется что рука ядка срывается но вот именно как щелчка такого не слышно теперь попробую большой также усилию меньше трещотка работает в ту и в ту сторону также происходит щелчок значение было 105 когда я затягивал этот болт сейчас попробую поставить побольше и посмотреть открутит ли ну допустим 112 щелчка не произошло и болт откручен в принципе работает напомню что хранить динаметрический ключ нужно с полностью открученной ручкой чтобы пружина разгрузилась нужно конечно не забывать это делать обязательно это проверять перед тем как закончить работу с инструментом теперь хочу проверить маленький динаметрический ключ и средний данном случае они оба с квадратом 3 восьмых поэтому придется головку переставлять здесь усилие от 5 до 25 здесь усилия от 20 только начинается то есть у нас совсем маленький диапазон но давайте попробуем с 20 и потом 25 так выставляю на маленьком 20 на среднем тоже так пробую затянуть сначала среднем щелкает сразу практически то есть усилие совсем малюсенькое тоже щелкает сразу теперь наоборот маленьким затягиваю на среднем буду проверять тоже ничего не тянет сразу срабатывает ну и давайте попробуем усилием 25 то есть чуть-чуть побольше тоже срабатывает сразу я думаю здесь эти 5 даже будет незаметно принципе тоже щелкать хочу попробовать теперь вот этот ключ на срабатывание обратную сторону на левую резьбу я думаю что он будет тоже работать так же щелкает еще маленький эксперимент ставлю усилие 15 ньютонов на метр и затягиваю теперь ставлю усилие пускай будет 19 и пробую открутить как видите в обратную сторону выставлено усилие больше тем была затяжка и ключ как бы не сработал то есть он позволил открутить потому что усилие установлено больше ну я думаю что будет также работать и на левую резьбу установка момента затяжки ну что ж вот такие вот ключи у меня теперь есть в моем инструментальном арсенале я уже вот большой и средний опробовал при ремонте машины и был скажем так немножко удивлен все-таки с каким усилием нужно затягивать узлы в автомобиле то есть не нужно тянуть там со всей силы и благодаря им в некотором роде не нужно контролировать себя на момент того что не довернул или наоборот сейчас сорвешь за на случай написано конкретно сколько нужно поставить усилия ты его ставишь и затягиваешь до щелчка а на этом все спасибо за просмотр пишите ваши комментарии и замечания также пишите если будут какие-то вопросы я постараюсь на них ответить а а